Вы слушаете радио Болткома. И с другой стороны, есть вот этот вот набор индивидуальных предпосылок, да, мое детство, мое общество, то есть моя самость, я, мое эго массовое и эго, да, частное. И вот у меня тут возникает вопрос. Я, как любитель искусства и человек, который занимается этим по жизни, который в каком-то смысле делал для себя на этом дело, да, как бы, у меня помимо того, что мне это суперинтересно и это реально меня все время духовно преображает, и, может быть, это было заложено в моем детстве, хотя я не из суперкультурной семьи, я могу так сказать, есть у меня такой момент, что вот я, изучая искусство, пропуская момент, что я помогаю людям просветиться, помогаю им избавиться от многих предрассудов. Считаю, что это отличный способ познания истории. Есть момент того, что это мой способ утверждения моей самости. Ну, то есть я нашел себя в том, чтобы рассказывать об искусстве, заниматься искусством, узнавать все больше и больше. И это мой способ, наоборот, отделить себя. И вот какую роль во всей этой истории играет эго человеческое, да, как бы я хочу отделиться за счет вот любви, в том числе к искусству. То есть насколько эго в этом всем участвует и как оно взаимосвязано? Ну, это действительно то, о чем ты говоришь, это такая потребность к самореализации, которая присутствует в наших потребностях в целом. Если мы там посмотрим пирамиду Маслова, то у нас есть несколько каких-то базовых потребностей и потребности к самореализации. Она, в принципе, появляется в тот момент, когда мы понимаем, что остальные какие-то наши потребности удовлетворены. Но это интересно, что ты говоришь об этом ощущении отделиться от общества. Мне кажется, это тот момент, который тебе позволяет почувствовать уникальность свою. Потому что чувствовать свою уникальность среди огромного количества людей – это также важная потребность человека, чтобы не потерять себя в какой-то степени среди огромного количества людей, среди которого мы сейчас существуем. Но при этом это не отменяет того, что в каждом из нас существует эта потребность находить схожее и общное с людьми, которыми мы живем, с людьми, которые нас окружают. То есть, несмотря на то, что, допустим, эта часть твоей жизни помогает чувствовать свою уникальность, может быть, в какой-то степени свою превосходность, также есть какие-то другие бытовые вещи, где ты пытаешься найти, может быть, и неосознанно эту общность с другими людьми, также следуя тенденциям моды, посещая какие-то места, куда люди ходят, выбирая продукты в магазинах, которые люди там обычно едят и так далее. То есть, если мы смотрим на твою потребность заниматься искусством, то это именно аспект того, где ты видишь свою самореализацию. Тут вопрос в том, что если твои бытовые какие-то вещи не связаны с искусством, то для других людей потребность в искусстве, она может быть связана с таким более бытовым образом. То есть, это не какая-то огромная часть моей жизни, но я это делаю. То есть, да, я тоже хожу там в театры, в кино и в музеи, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, так же, как и общности, точно так же и какое-то получить эстетическое наслаждение от какого-то провождения времени. Поэтому в этом плане, в твоем случае, это просто более... Ты видишь мотивацию, ты видишь цель в этом, поэтому тебе интересно этим заниматься. Понятно, что именно это и движет твоей заинтересованностью в этой теме, твоим желанием узнавать через эти знания, помогать другим людям и, в принципе, строить свою жизнь вокруг того, что приносит тебе удовольствие. В этом плане это очень здорово, что у тебя получилось найти то занятие, чем ты горишь, и то, что тебе приносит это удовольствие, потому что многие люди годами идут к тому, чтобы понять, что их действительно интересует, отталкиваясь от каких-то вот базовых принципов тому, что хотят родители от него получить, что хочет общество от него получить, где человек, в принципе, теряет себя и забывает о том, что ведь главное — это найти какой-то свой кайф в этой жизни, и заниматься тем делом, который будет приносить тебе это удовольствие. Тут, на самом деле, еще вот параллельно между строк в последней твоей сентенции, я еще вот и заметил такую штуку. Получается, даже если мы берем искусство, да, получается, что вот эта вот взаимосвязь единичного и массового, она совершенно нерасторожима, и даже если, допустим, когда мы взяли мой конкретный случай, вот мой подход к прекрасному, моя тяга к прекрасному как проявление самого себя, в конечном счете оказывается, что это тот способ, который все равно меня ведет и все равно меня взаимосвязывает, потому что в том числе я один из тех, одна из тех персон, которая в каком-то смысле влияет вот на ту моду, которой все равно все стремятся. То есть, грубо говоря, замечательная вообще была сентенция в том смысле, что самость, которая очень часто пытается быть отделенная от массовости, они оказываются чрезмерно взаимосвязаны, и одно обуславливает другое. Потрясающе, восхитительно, обожаю. Как здорово. И давай вот еще такой-то моментик проговорим. Вот ты говоришь, мода-мода, мода-мода, все-все-все-все. А что вообще обуславливает вообще существование подобных трендов? Почему вот и существует мода, которая меняется и так далее, и тому подобное? Что вообще? Что это за механизм психологический, который дает существовать трендам? Да, если мы смотрим, в принципе, откуда берутся какие-то тренды, они, в принципе, сами себя в какой-то степени и рождают, и люди в этом сами и участвуют. То есть тот момент, когда несколько человек говорит о какой-то одной вещи, и к ним присоединяется еще один человек, двое людей о чем-то говорят, к ним присоединяется еще один, и он понимает, окей, то есть уже большая часть его общества, которая его окружает, говорит об этих вещах. Это тоже заставит меня поинтересоваться. Не факт, что мне это понравится, и я буду этому следовать, но опять же у нас включается вот этот стадный инстинкт того, чтобы следовать за какими-то вот этими проявлениями, тенденциями, куда движется какая-то одна или другая группа людей. Другой вопрос, как мы себя идентифицируем с этой группой людей. Поэтому у нас и существует множество разных направлений, потому что каждый из нас в зависимости от своего опыта и багажа знаний выбирает это направление. Есть какие-то тренды, которые становятся массовыми, и на это влияет и социальные сети. Если ты постоянно видишь что-то где-то, допустим, если мы говорим про искусство, если мы видим Мона Лизу постоянно и везде, и все еще о ней говорят, даже если мы будем говорить о ней в каком-то негативном аспекте, она все равно у нас откладывается в памяти. И, конечно, нравится она тебе или не нравится, будучи, имея такую возможность посетить музей и увидеть ее, скорее всего, ты этим воспользуешься. Конечно, в зависимости от той мотивации человека. Но, по сути, да, тенденции — это то, что нам помогает следовать общим интересам всего общества. Поскольку информация в целом является базой нашего выживания, если мы смотрим, как, в принципе, развивалось наше человечество, то раньше мы передавали эту информацию в виде сплетень, что у кого произошло, куда ходить, куда не ходить. Это помогало нам себя защитить, помогало добиться какого-то большего, лучшего результата. То, если мы смотрим на тренды, это то, что мы видим, окей, огромное количество людей этим интересуется, значит, мне тоже стоит обратить на это внимание. Понятно, что у каждого из нас может быть какой-то свой личный оценка, своя личная оценка, нравится или не нравится, но мы хотим или не хотим, посмотрим на это. И в какой-то степени, может быть, даже неосознанно начнем следовать этому тренду, потому что, ну, вот так вот люди делают. То есть это возможность не без особых усилий для нашего мозга следовать какому-то направлению, без какой-то глубокого анализа, хорошо мне это или нехорошо. То есть, по сути, мы же, в принципе, очень многие вещи делаем, верим в многие вещи, в которые мы не углубляемся в эту суть. Но понимая, что так делает большинство, наверное, и оно еще и выживает как-то. Да, есть, конечно, какие-то тенденции, тренды, которые нас убивают, но обычно мы о них быстро узнаем, когда кто-то начинает умирать. И мы такие, а окей, то есть наркотики, оказывается, это не так все хорошо, как это было, когда это все зарождалось. Наверное, нам надо пересмотреть этот тренд и как-то его пытаться ставить все-таки в какие-то рамки медицинских представлений. Но, по сути, те тренды, которые сейчас являются трендами, на которые мы соглашаемся, это внешний вид, это любовь к какому-то определенному, точнее, не столько любовь, а интерес к какому-то определенному направлению, он не столько нас убивает, сколько просто направляет, не доставляет нам какой-то опасности, поэтому, конечно, мы намного проще подаемся на какие-то такие проявления. Вот у меня, знаешь, какой возникает вопрос? Я как человек, занимающийся именно профитительской деятельностью, очень часто сталкивающийся с тем, что мне нужно разрушить какие-то определенные стереотипы, я понимаю, что очень часто это становится довольно сложно сделать, потому что выработана уже на данный момент, особенно в рамках интернета, определенная система взаимодействия, грубо говоря, блогера со зрителем. Есть определенный язык, на котором можно говорить в рамках социальных сетей, именно вот в этом пространстве, которое стабильно купит внимание пользователей. Но если внимательно рассмотреть язык, то обнаруживается, что это очень примитивный достаточно язык, но который обращается к тому, что зритель, когда ты немножко с ним общаешься, как с дураком, он чувствует как бы комфорт, что ему все разжевывают, ему просто, да, и хотя очень часто ему пихают и пичкают то, что совершенно не работает, что совершенно неправильно, но оно подано именно в комфортном направлении. И вот когда ты только что говорил о явлении тренда, и вообще в принципе, как люди цепляются на тренды, то есть в поисках комфорта и безопасности, возможно ли вообще переделать в нашем восприятии, в нашей психологии механизм потребления этих трендов, механизм восприятия информации и перевести его с стремления к комфорту на стремление к дискомфорту. То есть можно ли и возможно ли менять вообще в целом направление, когда человек действует не исходя из того, чтобы как бы просто тупо, ну, как по маслу скользить, потому что так комфортно, приятно, и я точно знаю, что меня никто не убьет, да, с того, что как бы мы не говорим сейчас про людей, которые там скалолазами занимаются, прыгают с парашюта, летают как люди, у которых комфорт это экстрим, а именно вот этот сам процесс, который заставляет тебя вот именно каждый раз по-новому все больше и больше выбираться, 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 тоже точно так же за пределы самого себя, за пределы там трендов, за пределы всего, и вот это превратить в тренд. Возможно ли заставить человека выйти из зоны комфорта? Ну, как бы сделать дискомфорт новым комфортом с точки зрения именно психологического устройства? Возможно ли подобная перестройка? Наш мозг очень энергозатратный орган, и именно из-за этого он очень ленивый. Мы каждый раз, когда получаем какую-то новую информацию, которая абсолютно новая, новая информация, новый опыт, который к нам приходит, наш мозг создает нейронные связи. И каждый раз, когда мы получаем снова новую информацию, наш мозг чекает, проверяет, создали ли мы уже что-то похожее, может быть, мы это можем куда-то отнести, и нам не надо будет снова сращивать эти новые нейронные связи, создавать какой-то, тратить на этот свой ресурс, что, в принципе, связано с таким вот стереотипным мышлением. То есть мы видим этот пример хорошо на пожилых людях, которые имеют, безусловно, огромный багаж опыта, но они также очень быстро делают оценку. То есть они могут посмотреть на какого-то человека и сказать, а, вот этот человек такой. Наркоман? Да. И, конечно, с возрастом нам всё сложнее и сложнее создавать эти новые нейронные связи. Но, возвращаясь, в принципе, к этому представлению о том, что наш мозг не очень любит напрягаться, конечно, нам намного приятнее и комфортнее воспринимать упрощённое что-то, потому что это комфортно. То есть, по сути, мы созданы для того, чтобы постоянно пытаться сохранить себя в этом состоянии. Для того, чтобы себя развивать, напрягать свой мозг, нам нужно это делать постепенно. То есть оставаться одной ногой в зоне комфорта и второй ногой всё-таки из этой зоны комфорта как-то вылезать и стремиться к тому, чтобы потихонечку-потихонечку получать что-то новое. То есть если мы резко себя вытащим из этой зоны комфорта и привычного представления и поместим куда-то, что нам абсолютно неизвестно и абсолютно новое, мы можем растеряться от этого огромного количества новой информации и неизвестного. И, скорее всего, это будет для нас негативный опыт. И мы скажем, нет, всё, спасибо, я понял, мне это не нравится, я не хочу больше это узнавать. То есть это может нас травмировать в какой-то степени, что при этом может отбить любое желание снова пробовать себя в чём-то через несколько лет и так далее. То есть понятно, что мы должны в какой-то степени, чтобы узнать что-то новое и получить новый опыт, потихонечку двигать себя. Но делать это с такой заботой о себе, понимая, что для нас важно это ощущение комфорта, потому что это даёт нам ощущение защищённости. Физической, эмоциональной защищённости, которая также будет нам помогать усваивать в будущем какую-то новую информацию, делая это какими-то небольшими, но шагами вперёд. И вот у меня последний вопрос на сегодня. Насколько работа с психологом, с психотерапевтом, то есть мне очень понравилось, что ты упомянул заботу о себе, насколько хождение к психологу, разработка и проработка своих каких-то внутренних вопросов, практика познания себя способна помочь, в том числе потреблению искусства. Насколько то, что я о себе заботюсь, но то, что я в себе что-то ищу, нахожу, и как ты сказал, одной ногой в себе, но другой ногой одновременно не в себе, потому что я разбираюсь в себе же, помогает впоследствии вот этому вот восприятию окружающего, в частности, визуального высокого искусства? Для того, чтобы увидеть, что происходит вокруг, мы должны быть спокойны с тем, что происходит у нас внутри. И, конечно, работа с психологом, с психотерапевтом, она помогает тебе стабилизировать свой внутренний мир. И в этом плане проработка своих страхов, травм и подобных вещей поможет освободить этот ресурс для получения новых знаний и для того, чтобы посещать выставки, театры, кино и получать эстетическое наслаждение от того, что дает нам мир. Хочется еще очень-очень много вопросов мне задать и очень много мыслей озвучить, но, к сожалению, друзья, на сегодня мы должны нашу беседу закончить. Огромное спасибо, Эдгар, за то, что пришел, за то, что рассказал, поделился. Друзья, не стесняйтесь посещать психологов, работайте над собой, познавайте мир. И в этом мы вам поможем в передаче «Что по искусству» с Артуром Чехом. И мы увидимся с вами, точнее услышимся в следующий четверг. Всем прекрасного дня, дорогие друзья, и до скорых встреч.